Смоленска Вы шутите, и тогда вы победите, мы на сцене снова, ну что, готовы? Жигуль, ну что, похулиганим? Давай. Все, хорошо играть. Миша, Лустян, все нормально, как просил, твою машину припарковали. Так хватит! Слушайте, давайте уже, наверное, начинать. Начинаем! Недавно вышел новый регламент ГИБДД, который значительно расширил полномочия сотрудников ДПС. Итак, где-то на трассе. Ногу из машины уберите. Нет. Чего это? Мне можно. Где написано? Блин. Где буква Ш? Вот. А буква Г. Что? Машина сколько стоит? 120 тысяч. Ну, нужна буква Г. Какой год? 86-й. Нужно две буквы Г. Так, ладно, давай открой багажник. Он не открывается. Братан, я сейчас с буквами Г свою машину тебе залеплю. Все, давай, езжай. Так, вы мне жену вернете? Нет. Чего это? Блин. В Америке среди актрис сейчас стало модным обвинять своих продюсеров в сексуальных домогательствах, которые произошли много лет назад. Но российские актрисы тоже не остались в стороне. Эльвира Леопольдовна, рассказывайте. Да. Значит, шел 1984 год. Страна была на раз пути, а я была на театральном фестивале «Буревестник» в кишечном санатории «Кижи», что под Ялтой. В стране тогда секса не было, но режиссер Мышкин об этом не знал. Так, Мышкин, кто это? Он к вам приставал? Не торопите меня, жандарм. Все по порядку. В легком ситцевом платье и шикарных дермантиновых сандалях я спустилась на завтрак. Мышкин словно мангуст подкаравлил меня в фойе и предложил продегустировать слезу Диониса. Что? А портвейн три топора. Вы, конечно же, отказались. Вы что, констебль, если бы я отказалась? Так, давайте дальше. Да. Сидя на подоконнике, одной рукой он держал бутылку. А второй лапал вас. Нет, другой открывал. Это же три топора. Там сургуча больше, чем на главпочтампе. И самое главное... Так давайте дальше. Да. Занюхав моей головой... Волосами. Не, парик сушился на балконе. Занюхав головой, он предложил продефилировать в номерах, где хотел почитать многообещающий фильетон. А там он начал к вам приставать. Не, вы знаете, скорее это он отбивался. Тогда чего вы от меня хотите, а? Послушайте, шериф, если этот мышкин придет писать на меня заяву, гоните эту шельму в шею. Идите вы в шею. Слушайте, а вам не кажется, что вы в капитанах засиделись? Не хотите замахнуться на майора? Ну, можно. У меня как раз на себе майорский китель. Идите вон отсюда! Друзья, ну и что хотелось бы сказать... Макс, а ты чего в старой куртке вышел? Ты что, это везучая куртка. Мы в финале 2009 года. Я тогда в ней выступал. Пацаны, это же та самая бумажка. Какая? Ну, эта бумажка, ну, смотрите. Отдел кадров АО «Первый канал». Принять на должность сценариста и ведущего в отдел спецпроектов с 1 января 2010 года. Зарплатой согласно штатному расписанию. Генеральный директор. Отдают двум командам. Прими и Триоду и Диоду. Макс, слушай. Это что получается? Кто-то в зимней куртке 50 рублей нашел, а кто-то 50 тысяч согласно штатному расписанию в месяц. 50 тысяч за 8 лет. Это же получается. А я даже такие числа у меня перемножить не смогу. Все, хорош. Константин Львович, я готов для работы на Первом. А что это ты? Ну, у меня фамилия телевизионная. Киселев. Но не для Первого канала. Для Первого у меня имя. Максим. Александр Васильевич, вы знаете, это приглашение о работе на Первом канале досталось нам благодаря КВН. И сегодня, в день рождения КВН, мы хотим ответить взаимностью. Хотим ее отдать вам, чтобы вы подарили какой-нибудь молодой команде, чтобы у команды в день рождения КВН сбылась их мечта. Макс, ну вообще-то подарки передаривать нельзя. Ну, нельзя так нельзя. Максим! Улетает небо за облака, ты улыбнись и посмотри вокруг. Ты столица знаешь наверняка главные на свете слова. Честно скажу, ты же память самая лучшая на Земле. Честно скажу, ты для меня самая-самая лучшая. С праздником, Москва! Но лето и губы твои.